МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! 13 сентября, вторник, на часах в Якутске, 19-16, прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Сегодня в гостях у «Арены событий» заместитель министра по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха-Якутия Диана Степанова. Диана Афанасовна, добрый вечер, спасибо, что пришли. Вечер добрый, Владимир Станиславович. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Диана Афанасовна, давайте приступим. Я всегда делаю такие отдаленные заходы к доминирующей теме разговора. Сегодня заход будет такой, о наболевшем. Я, готовясь к программе, прочитал, что, оказывается, с 1 сентября вступил в силу приказ Министерства образования Российской Федерации, согласно которому слово «кофе» окончательно перестал быть только мужским родом. А еще можно говорить по средам вместе по средам. А еще можно заключать договор, а не договор. В общем, так или иначе, ждем, когда слово «ложить» станет нормой. Диана Афанасовна, в связи с этим вопросом вы заканчивали МГИМО, Институт международных отношений, университет. В той сфере деятельности, которой вы занимаетесь, знание языка, русского языка, литературного, грамотного языка, это важно? – Безусловно, конечно, это очень важно. И умение правильно говорить имеет, конечно, очень важную роль в международном протоколе. – Этикет, правильный протокол сказать, как вы сказали. – Да. – Понятно. Ну, давайте приступим. Собственно говоря, опять немножечко поговорим об отношениях постфорум, такая программа «Второй восточноэкономический». Президент России Владимир Путин. Цитата из интервью агентству «Блумберг» 1 сентября до открытия форума. Это форум – способ привлечь внимание наших партнеров, потенциальных инвесторов к Дальнему Востоку России. Удалось ли это, на взгляд, министерство? Ведь вы же подводили, наверное, какие-то промежуточные итоги. Ну, давайте сначала пусть будет этот вопрос. Удалось ли? – Да, действительно. По сравнению с прошлым годом, это у нас второе участие в Восточном экономическом форуме. И, безусловно, конечно, результаты нас, скажем так, радуют по сравнению с результатами прошлого года. – Понятно. Как у республики выстраиваются отношения со странами-участницами? Ну, несмотря на то, что там были, по-моему, не только страны АТР, но в основном, мой вопрос, конечно, касается вот этих трех основных, вы их назовете? – Да, в первую очередь, конечно, это Китайская Народная Республика, это Япония и это Республика Корея. – Хочу сказать, что действительно у нас уже очень достаточно продолжительное время ведутся двусторонние переговоры на межрегиональном уровне, на уровне предприятий, именно конкретно вот с Китайской Народной Республикой. Но должна отметить, что в силу, скажем так, ментальности, может быть, да, это зависит очень, в общем, специфичности, скажем, присутствующих переговоров, выходить на уровень подписания соглашений с предприятиями из Китайской Народной Республики на самом деле достаточно сложно. Хотя, первоначально, как правило, они бывают очень активны. – В последний год мы наблюдаем действительно реальную активность именно от японских компаний. Вот в течение последнего года, то есть 2015-2016 год, у нас присутствие японских компаний ощущается очень, скажем, конкретными действиями и подписаниями соглашений. – Я не ошибусь, если скажу, что за последний год, вот этот вот, 2016-й, японские делегации посещали республику? – Да, в 2016-м, 2015-м году. И, к слову сказать, на прошлогоднем форуме, на полях ВЭФ-2015, республика подписала меморандум с японской компанией Камай Халтек. И в продолжении вот этого вот меморандума в этом году, в июне, они приезжали на 4-ю международную конференцию по возобновляемым источникам энергии. – Да. – Да, и выезжали в Тикси для, значит, для исследований по установке ветропарка в Тикси. – Корея? – Вот, что касается Кореи, у нас достаточно активное взаимодействие идет на межрегиональном уровне между республикой Саха-Якутия и Канвоном, провинцией Канвон. И у нас достаточно частые, значит, выезды осуществляются, такие небольшие делегации. В основном интерес у нас осуществляется в биоиндустрии. И с нашей стороны, в общем, это резиденты технопарка и компания ТАБА. Они заинтересованы в сотрудничестве. С их стороны тоже есть достаточно такой, ну, взаимный, скажем, интерес к сотрудничеству. И мы надеемся, что вот так вот постепенными шагами мы как бы выйдем на хорошие соглашения. – Диана Афанасьевна, наверное, можно сказать, что с каждой из этих стран по-разному выстраиваются отношения. По-своему, с Китаем по-своему, да, вы уже упомянули, с Японией по-своему, скорее по-своему. С кем-то можно сказать, что проще? Или так невозможно говорить и неправильно? – Наверное, да, это не совсем будет корректно говорить, что с кем-то проще, да. Ну, просто вот повторюсь, что действительно очень много мы говорим, допустим, по строительству моста с Китаем. Да, я хочу эту тему тоже сегодня как-то озвучить. – Давайте, вот сейчас самое место. – Да, очень много, наверное, телезрителей, населения в республике интересуются этим вопросом, да. Хочу сказать, что правительством республики проведена работа, значит, доведена до такого уровня. Ну, в принципе, в интернете это все тоже печатается, но такой вот системной информации, конечно, об этом нет. Поэтому хочу довести, что проект включен, значит, перечень основных проектов, которые будут рассматриваться на межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству. Это вновь созданная недавно межправкомиссия, которую возглавляет Игорь Шувалов, а со стороны Китая возглавляет заместитель, вице-премьер Коссовета Джан Гаули, который в 2014 году посетил город Якутск, когда сюда приезжал Путин, когда здесь символическая была запуска проекта «Сила Сибири». Хорошо. 15 соглашений. Мы знаем об итогах. На общую сумму 325 миллиардов, даже более. А вот, кстати, объясните мне, пожалуйста, это журналистская любознательность, на самом деле. Вот когда мы говорим «соглашение», это равно договор и руководство к действию, или это меморандум, как вы упомянули уже, собственно говоря, это слово в нашей беседе. И это просто протокол о намерениях. Среди 15 подписанных соглашений в этом году у нас как раз большинство это соглашения. То есть мы употребляем слово «соглашение», имея в виду документы. Туда входят, конечно, и меморандумы. В этом году из 15 соглашений всего порядка трех меморандумов. Это получается как о намерениях, скажем так. Остальные договорные. Остальные уже соглашения конкретные, с конкретными уже датами и, скажем так, объемами. Хорошо. Вы уже упомянули соглашение о строительстве мостового перехода через Лену. Мы надеемся, что в скором времени мы будем свидетелями, когда мы приступим к реализации этого соглашения. А какое бы соглашение выделили бы вы и почему? На подписанных. Подписанных. Да, во Владивостоке. Хотела бы я упомянуть соглашение между правительством Республики Саха-Якутия и Российским экспортным центром. Это соглашение подразумевает создание центра поддержки экспорта регионального на территории Республики. Это, в общем-то, новое, скажем так, веяние, скажем, в рамках поддержки экспортно-ориентированных предприятий, инициировано оно, в общем-то, ну, как бы, скажем так, начало берет от перезагрузки всех торговых представителей Российской Федерации за рубежом. Эта политика проводилась Министерством экономического развития Российской Федерации, конкретно первым заместителем министра Лихачевым. И вот как в продолжении вот этой вот политики, значит, поддержки, формирования единого такого вот экспортного, экспортной сети, скажем так, да, чтобы все региональные центры поддержки были взаимосвязаны. В принципе, значит, агентства поддержки экспорта ранее создавались в регионах, но они создавались, значит, в различных формах собственности и при различных институтах развития. То есть в основном они создавались при фондах поддержки предпринимательства, ну, или при центрах поддержки предпринимательства, то есть как подразделения центра. Сейчас у российского экспортного центра видение такое, что это должен быть отдельный, это должен быть отдельный институт, который будет заточен конкретно на поддержку именно экспортной реки. И когда он должен заработать предприятие. По соглашению мы должны совместно открыть этот центр к 1 апреля 2017 года. Соучредителями должны выступить правительство и российский экспортный центр. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы видите диверсификацию отношений с восточными партнерами, то, о чем говорил и президент Российской Федерации, в разрезе как раз вот наших экспортных возможностей республиканских? Да, этот процесс идет. Вообще этот процесс, конечно, связан. Мы, конечно, в первую очередь все-таки в сырьевой направленности. У нас экспортные позиции все в основном крупные сырьевые. Но у нас достаточно есть интересная продукция, переработанная. И как раз вот в последние годы достаточно активно хочу отметить себя ведет, значит, по ПК Якутия по реализации алкогольной продукции за пределы Российской Федерации. Да, вот у нас уже есть небольшие партии экспорта в Китайскую Народную Республику. Но на этом не останавливаются они. Как бы будут увеличивать объемы, а также будут увеличивать и географию поставок. Надеемся. Достаточно активно у нас предприятие в рыбной отрасли. Так, у нас якутская рыбная компания уже имеет номера, экспортные номера и импортные номера встречные. То есть это разрешение на экспорт-импорт в Китайскую Народную Республику и в Республику Корея. Диана Фанасьевна, остается меньше минуты. Я еще один вопрос просто обязательно хочу задать. Как бы вы оценили вообще экспортные возможности республики, учитывая санкции, учитывая непростое выстраивание отношений с Китаем, так или иначе? Экспортные возможности у нас есть. У нас есть достаточно интересные проекты во внешнеэкономической деятельности. Мы эти проекты будем поддерживать, пусть они и небольшие. Это вот те же резиденты Технопарка, это резиденты Арктического инновационного центра. То есть они пока еще маленькие, как бы скажем так, небольшие предприятия, и объемы может быть у них небольшие, но проекты интересные. Спасибо вам большое за участие в программе. Я напоминаю, что сегодня в гостях была заместитель министра по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха-Якутия Диана Степанова. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...